Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий об студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Разобраться с недостроенными зданиями и активнее работать с обращениями жителей в соцсетях. Дмитрий Азаров сделал ряд поручений чиновникам. С поставленными задачами справились успешно. В Самарской области состоялся учебно-методический сбор гранатометчиков. Укладка горячего асфальтобетона и не менее горячее желание окунуться в профессию. Сотрудники телеканала «Самара ГИС» и Управление информацией и аналитики администрации Самары познали особенности мужской профессии и нюансы дорожной кухни. Глава региона Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов области и сотрудникам Минстроя и Минимущества проанализировать ситуацию с недостроенными зданиями, которые зачастую портят вид улиц и благоустроенных территорий. Необходимо выяснить у собственников объектов дальнейшую судьбу недостроев. Такую задачу глава региона поставил на совещание по ключевым вопросам социально-экономического развития региона. Отдельный блок вопросов касался обработки обращений граждан, в том числе в сети интернет. Глава региона подчеркнул, что работа с обращениями людей – это первостепенная задача для всех ведомств. Именно в контакте с жителями на местах власти имеют возможность оперативно выявлять проблемы и оперативно их устранять. Открытый диалог во благо города. В администрации Ленинского района Самары прошла встреча с активистами проекта «Мой дом». Глава района Елена Бондаренко рассказала жителям о результатах работы за прошедшие пять лет. Также все желающие могли задать интересующие вопросы. Подробности расскажем в сюжете. Вера Пичугина хоть и на пенсии, однако дома не сидит. Любит быть в курсе всех событий. А уж все, что касается управления домом, знает на зубок. Женщина регулярно ходила на семинары в рамках проекта «Мой дом». Рассказывает, полученный опыт здорово помогает. Я, получается, как бы новое образование получила дополнительное, потому что были очень часто у нас регулярно семинары, на которых мы получали знания. В интернете их не найдешь. В администрации Ленинского района Самары прошла встреча с активистами проекта «Мой дом», который стартовал в 2021 году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он направлен на правовую помощь, содействие собственникам жилья, обучению, грамотному управлению и содержанию дома. Помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Уникальность данного проекта, наверное, заключается в том, что создалась возможность наладить непосредственную коммуникацию жителей с надзорными органами и решить те насущные коммунальные задачи и вопросы, которые у них назрели. Глава района Елена Бондаренко рассказала жителям о результатах работы за прошедшие пять лет и о перспективах развития района на 2023-2024 годы. Наша встреча посвящена тоже актуальным вопросам, связанным с порядком, установленным нормативными документами осуществления работ по благоустройству во дворах. Дадим сегодня актуальное разъяснение, что появилось снова, какие произошли изменения. Ленинский район – центр притяжения, визитная карточка Самары. За пять лет в Ленинском районе благодаря инициативе жителей было благоустроено 94 двора, из которых 13 по губернаторскому проекту содействия. В этом году в районе реализуется 15 проектов благоустройства дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды», два по губернаторскому проекту содействия и четыре инициативных проекта. Также на территории района отремонтировали много достопримечательностей – дворец спорта имени Владимира Высоцкого, центральную городскую библиотеку имени Крупской, площадь Славы и другие объекты культуры. Участники встречи также смогли задать интересующие вопросы. Большинство из них касались темы ЖКХ – благоустройства общественных пространств и дворовых территорий. Елена Чернявская, Ксения Баканова, Константин Головин. События. Минимальный размер оплаты труда может вырасти вдвое к 2030 году. Такой законопроект Минтруд вынес на общественное обсуждение. С 1 января следующего года планируется повышение минимального размера оплаты труда на 18,5% до 19242 рублей. Такая мера должна опередить инфляцию и нарастить темпы увеличения прожиточного минимума. Но увеличение минимального размера оплаты труда в два раза к 2030 году потребуется сумма порядка 2,5 трлн рублей. Средства могут быть получены за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России. Планируется, что эта мера поспособствует увеличению доходов и заработной платы большей части населения, что, в свою очередь, положительно повлияет на рост производительности труда. В Самарском регионе действуют областные и муниципальные программы по временному трудоустройству школьников в свободное от учебы время. Заработать могут подростки от 14 до 17 лет. Помогут найти рабочее место в молодежном центре Самарский. Подробности у Светланы Тимофеевой. София Афанасьева на летних каникулах решила не сидеть дома, а найти работу. Девушке предложили место помощника-специалиста в молодежном центре Самарский. Мне здесь очень нравится, потому что работа несложная, и у меня есть возможность уже почувствовать себя взрослой, поработать с людьми, чем-то им помочь, проконсультировать. Даже у меня была такая возможность. Поэтому мне здесь очень нравится. Здесь же помогает разбирать документы и школьница Жанна Шарагина. 15-летняя девушка уже второй год сама зарабатывает себе карманные деньги. Хотелось бы занять свое свободное время какими-то интересными делами. Также работа в молодежном центре дает возможность уже с 14 лет получить трудовую книжку, и плюс это заработок. Возможность заработать на каникулах и в свободное от учебы время дают областные и муниципальные программы. Службы занятости информируют и консультируют подростков о востребованных в регионе специальностях и профессиях. Подросткам предлагают несложные виды работ, такие как помощник специалиста, подсобные рабочие, уборщики, помощники садовника. Каких-то определенных приоритетов среди ребят особо мы не наблюдаем. Чаще всего ребята выбирают либо по близости к дому, чтобы это было очень близко, буквально 5-10 минут ходьбы, либо выбирают по интересам и готовы ездить, может быть, даже в другой район. Например, творческий ребенок, ему будет интересно детской картинной галереи, какой-то музей. Охотно приглашают ребят и промышленные предприятия. Охотно предприятия берут, очень много предприятий, которые, скажем так, готовы расти свои кадры именно с нуля. Особенно промышленные предприятия, как правило, они проводят в первый день знакомства с заводом, с компанией. Они проводят инструктажи, знакомят с музеем, с историей предприятия, знакомят с персоналом, прикрепляют какого-то ответственного или наставника. Всего в Самарской области планируют трудоустроить около 12 тысяч школьников от 14 до 17 лет. На данный момент уже работают около 5 тысяч. Желающие заработать могут позвонить в молодежный центр «Самарский». Там расскажут, как собрать пакет документов и проведут консультацию. Можно найти работу самостоятельно. Главное – оформить трудовой договор, в котором будут прописаны условия работы и размер заработной платы. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Жители Самары могут обратиться в управление Росреестра, не выходя из дома. Государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости и не только. Почему все больше людей выбирают получение государственных услуг в электронной форме, узнала Елена Чернявская. Главная причина – это экономия времени. Роман Небогин решил заказать электронную услугу, находясь на работе, не теряя ни минуты на визит в офис. Также, по словам молодого человека, он сам подает документы. Еще один плюс – появилась возможность получить часть услуг бесплатно. Например, узнать информацию об интересующем вас объекте недвижимости, его характеристики, кадастровую стоимость, а также существующие обременения. Сокращаются и сроки оказания услуг в электронном виде. И это все было удобно через интернет, через Росреестра. Заказать выписку, она в какое-то время, в короткий срок пришла, и не отходя от места, я получил информацию, которая была мне нужна. Все инструкции, все, что надо, все есть. Я думаю, любой человек разберется в этом. Пользоваться электронными услугами Росреестра просто и удобно. Кроме того, это позволяет сэкономить время и быстро получить нужную информацию, исключив бумажный документооборот. На портале Росреестра доступны все услуги ведомства – государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Как пример, одна из востребованных электронных услуг для населения. Гражданин сегодня, вступая в наследство, либо совершая нотариальную сделку, уже более идти никуда не должен. За него нотариус сам сформирует весь пакет в электронном виде и направит его в Росреестра. Гражданин, в свою очередь, лишь получит готовые документы в электронном виде, и все это займет не более 24 часов. Портал Росреестра содержит полный спектр электронных сервисов, которые позволяют пользователям отследить статус своей заявки, узнать справочную информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн, получить сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об объекте недвижимости на публичной кадастровой карте. Преимущества электронных услуг Росреестра очевидны. Елена Чернявская, Петр Пламеев, События. С поставленными задачами справились успешно. В Самарской области завершился учебно-методический сбор гранатометчиков. Практические занятия прошли на войсковом стрельбище регионального управления Росгвардии. Подробности расскажем в сюжете. В управлении Росгвардии по Самарской области состоялся учебно-методический сбор штатных и нештатных сотрудников специальных подразделений полиции, назначенных на должности гранатометчиков. В течение нескольких дней под руководством инструкторов бойцы ОМОНа и СОБРа изучали теорию и практику стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Учебно-методический сбор завершился практическими занятиями на войсковом стрельбище регионального управления. Сотрудникам Росгвардии необходимо было, используя различные типы боеприпасов, поразить мишени, находящиеся от них на различном удалении. В начале проведения занятий мы проводим так называемый входной контроль, оцениваем готовность сотрудника к выполнению задач именно с применением ручных противотанковых гранатометов. И уже непосредственно после проведения недельных занятий также выходной контроль. И потом сравниваем, насколько у нас сотрудник прибыл к нам, подготовлен, и как уже непосредственно убывает в отряд для выполнения боевых задач. С задачами росгвардейцы справились успешно, получив положительные оценки. Подобные сборы с сотрудниками полицейского спецназа проводятся минимум раз в квартал. Светлана Кудрявцева, события. Далее, коротко о других событиях дня. Минпромторг прорабатывает вопрос о включении электросамокатов в список продукции, подлежащей обязательной сертификации. С февраля действует ГОСТ для этого вида транспорта. Однако, это добровольный стандарт. На данный момент не существует закона, который бы обязал сертифицировать эти средства передвижения. Электросамокаты часто становятся причиной ДТП. В первом полугодии этого года количество происшествий на дорогах с их участием выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обязательная сертификация – инструмент защиты интересов пользователей средств индивидуальной мобильности, который позволит приобрести качественную технику, а также обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали жителей Казани, в чьем автомобиле нашли 650 граммов мармеладных мишек с высоким содержанием запрещенных препаратов. Позднее в лесопосадке полицейские нашли два тайника с жевательными конфетами. По сведениям правоохранительных органов, их тоже могли завести и на территорию Самарской области. За шесть месяцев этого года Самарский Роспотребнадзор выявил почти тонну бракованной молочной продукции. Надзорные органы взяли 1278 проб, из них 24 пробы не соответствовали требованиям технического регламента. За нарушение было составлено 8 протоколов, по трем вынесено решение о штрафах на общую сумму 30 тысяч рублей, по пяти – постановления о назначении административных наказаний в виде предупреждений. Кроме того, объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Пять партий молочной продукции общим весом 905,5 килограммов были забракованы. Каждый пятый россиянин постоянно чувствует переутомление или усталость от работы, и абсолютное большинство респондентов сталкивались с выгоранием из-за профессиональной деятельности. По данным экспертов портала по поиску работы, трудоголиками себя считают 53% работающих россиян, причем больше трети оценивают такое качество положительно. Чаще этим словом называют себя сотрудники сферы медицины и фармацевтики, энергетики, добычи сырья, а также маркетинга и пиар. Большинство респондентов остаются на связи с коллегами и по завершении трудового дня. Продажи мороженого в России, по данным аналитиков, выросли в июне на 13%. Средний чек увеличился на 14% и составил 152 рубля. Специалисты объясняют это жаркой погодой, а также отказом жителей страны от поездок за рубеж. Рост продаж в денежном выражении связан с подорожанием этого продукта. Средняя цена на мороженое выросла на 6% по России. В понедельник, 10 июля, погода в Самарской области установила новый рекорд. Об этом сообщили в Приволжском гидромедцентре. В «Авангарде» столбики термометров показали 40,3 градуса. Предыдущий максимум в данном населенном пункте в этот день был зафиксирован в 1984 году, когда воздух прогрелся до 38 градусов. В предстоящие сутки ожидается спад жары. В результате перемещения холодного атмосферного фронта местами возможны кратковременные грозовые дожди с усилением ветра и градом. Жарким южным летом самарцев уже не удивишь. Средняя температура обычно в это время держится на отметке 30 градусов. Выжить в такой природной бане сложно. Кому приходится особенно тяжело? И как правильно себя вести, чтобы не только чувствовать себя хорошо, но еще плодотворно работать, выяснил наш корреспондент. Сирена пляжного спасателя предупреждает отдыхающих, что за буйки заплывать нельзя. Об этом своим сыновьям Илье и Павлу говорят родители Сергей и Анна Семешко. Семья москвичей уже больше 10 лет приезжает в отпуск в Самару. Городские пляжи и Волга – отличное место отдыха, рассказывают столичные гости. И таких пляжей, как в Самаре, мы не видели ни в одном… Ну, те города, которые посещали на Волге, они настолько чистые, большие. Были на центральных пляжах, Красноглинский, Ширяево. Загородные ездим часто, потому что здесь все-таки дышится полегче из-за деревьев. И достаточно такой хороший заход в воду. Старшина спасателей Андрей Баранов следит за порядком на пляже и оказывает первую помощь утопающим или перегревшимся отдыхающим вот уже восьмое лето. Пляж у загородного парка площадью почти два футбольных поля. Оборудован по всем нормам и стандартам. Скамеечки, кабины для переодевания, туалет, мусорные баки и, конечно, спасательный пост со спецсредствами. Помогают старшине Баранову несколько помощников. Они патрулируют пляж каждые полчаса. То же самое несколько раз в день делают полицейские. Комфортный и безопасный отдых самарцам и туристам обеспечено, рассказывает спасатель. В любую погоду с 9 утра и до 10 вечера, пока работает пост спасателей. В другое время приходить на пляж не рекомендуется. Мы каждые три часа температуру воды, температуру воздуха. Спокойнее, когда нет сильного солнца, вот как сейчас. Меньше рисков теплового удара. Ни в коем случае, если бывает и на выходные после алтоголя, например, утром приходят. Это вообще, конечно, вообще не стоит. Даже охлануться и то не стоит. Оступилось там, как угодно повело и... 30-ти градусная жара особенно опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Артериальное давление у них падает. Ничего хорошего такая погода не принесет и людям с вегетососудистой дистонией, а также с лишним весом или с его дефицитом. Избежать кризисных ситуаций в это время можно, соблюдая простые правила. Избегать нахождения в жарких душных помещениях, нахождения на солнце, особенно в период с 11 до 17 часов. Обязательно питьевой режим. Причем надо учесть, что вода должна быть негазированная. Снижается давление еще больше. Страдает кровоснабжение головного мозга и сердца. Могут быть обмороки и так далее. По этой же причине нужно употреблять воду небольшими объемами, по 200 мл, но каждые 30-40 минут. В черном списке во время жары – кофе, крепкий чай, энергетические напитки и алкоголь, а также жирная высокобелковая пища. Осторожно надо принимать и водные процедуры. Заходить в ледяной водоем, душ или ванну запрещено категорически. Это опасно остановкой сердца. Но и головокружение, боли в груди, нарушение слуха или зрения – первые признаки беды. Если все-таки эти советы были отвергнуты и солнечные или тепловые удары случились, то нужно действовать по следующей инструкции. Перейти в тень или в хорошо вентилируемое помещение, прохладное. Обязательно употребление воды, как я уже сказала, небольшими порциями. Можно облить голову и шею водой, смочить шейно-воротниковую зону, зону декольте. Если человек уже не в состоянии оказать себе самопомощь, человеку нужно уложить в горизонтальное положение, при этом ножной и головной конец должны быть приподняты. Мероприятия те же самые. Вызываем скорую помощь, безусловно. Выходя на улицу, одежду нужно надевать свободного покроя из натуральных тканей, закрывающая по максимуму все тело. Тренировки и тяжелая физическая работа категорически запрещены с 11 до 17 часов, советуют специалисты. Сергей Кизуркин, Петр Пламеев, События. Укладка горячего асфальтобетона и не менее горячее желание окунуться в профессию. Температурный максимум летней ночью испытали на себе корреспондент телеканала «Самарагиз» Ксения Абаканова и сотрудник управления информацией и аналитики аппарата администрации «Самары» Дина Сметанова. Они познали особенности мужской профессии и нюансы дорожной кухни. Там работа кипит преимущественно в ночное время, чтобы к утру новенькая проезжая часть пришлась по вкусу горожанам. О том, как тщательно и с душой готовится дорожное полотно в ходе работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» расскажем в сюжете. У каждого дела запах особый. У булочной пахнет тестом издобой. Куртка шофера пахнет бензином. У зарабочего маслом машинным. А ремесло дорожного рабочего, конечно же, битомной эмульсией. И ароматом горячего асфальта для слоеного дорожного пирога. Наши подрядчики применяют только современные материалы и технологии. Это одно из условий реализации у нас проекта «Безопасные качественные дороги». Асфальт-бетонная смесь МА-16 на полимерно-битомном вяжущем обеспечивает высокую прочность покрытия. В том числе за счет узкофракционного кубовидного щебня в рецепте. До укладки верхнего слоя подрядчик укрепил ослабленные места основания. Технология послойная. А начинка? Начинка это слой песка, два слоя щебня, общая толщина 48 сантиметров. Потом устройство нижнего слоя из крупно-зернистой смеси. И теперь укладка ШМА-16. Понятно. Так, чтобы не перетрудить спину, просто некоторые вот так вот берутся. Вот, берем лопату в руки, цепляем асфальт, несем и уже вот так вот раскидываем ее. А туловище как должно двигаться? Ну, максимально нужно все-таки сохранять прямое положение, стараться. Предлагаю вам попробовать. Данилов мастер, давайте попробуем. Давайте. Садитесь. Садитесь. Давай вместе. Раз, два, три. Ну, вот и все. Не-а. Теперь разравнивать. Гровалка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лирика, конечно, хорошо, цифры лучше. Идем на замеры. Рейка около 10 килограммов. Принимай. Ить. Вы поставили неправильно. Вы поставили прямо на середину дороги. Все замеры производятся на расстоянии метра от оси дороги. Замеры ровности производим в пяти точках. Первое измерение на расстоянии полуметра. И так дальше каждые полуметра. Показателем ровности является просвет под рейкой промерника. Показатель нормы до трех сантиметров. У нас в любой ситуации, днем и ночью, неустынный контроль. В том числе и за вашей работой. Поэтому профессия очень тяжелая. И, как правило, в ней женщин нет. А теперь есть! Насколько мне известно, первые дороги строили именно женщины. Они работали на катках и на асфальтовых кладчиках. И работу планировали полностью. Заказывали и варили. А сейчас жертвский коллектив работает на более легкой работе физически. Он занимается расчетом свет, бухгалтерии. Инициатива допустить представителей СМИ и управления информацией и аналитикой администрации Самары на объект в качестве дорожных рабочих в рамках рубрики «Журналист. Министерство. Министерство». Казалось нам интересным. В любом случае, мы оценили ваш энтузиазм и желание погрузиться в его технологический процесс. Хопы у вас, конечно, нет. Наши специалисты помогли не допустить дефектов, чтобы дорога прослужила в жизни нашего города, как можно дольше. Рады стараться мы с вами! И так, только безделье не пахнет никак. Мне кажется, я не туда смотрю. Чувствую и ароматом. Сейчас, для слоенок дорожная пирога. Не привыкла к этому, так как я постоянно на компьютере что-то там печатаю. Субтитры сделал DimaTorzok Баскетбольный клуб «Самара», в котором отыграл 7 сезонов. Он стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и набранных очков. Вторым – по количеству подборов. И третьим – по результативным передачам. Владимир прошел с «Самарой» путь от первого сезона в Суперлиге до дебюта в Единой лиге. Стал двукратным чемпионом Суперлиги и Кубка России. Признавался MVP этих турниров. А в последнем сезоне был капитаном команды. В Мексике завершился турнир «Америкап» с участием сильнейших женских баскетбольных сборных американского континента. Победителем стала сборная Бразилии, в составе которой были два игрока баскетбольного клуба «Самара». В решающем матче бразильянки переиграли команду США 69-58. Самарский дуэт – защитник Тайна Де Пайшао и форвард Лира Маседу. На двоих набрали 9 очков, сделали 6 подборов и 5 передач. Игрок женских крыльев советов Мария Степашева вызвана футбольную молодежную сборную Ю-19. Национальная команда проводит селекционный сбор в Казани с 9 по 18 июля для подготовки к международным матчам в сентябре в Сербии. На сборах команда проведет две встречи с местным Рубином – 12 и 15 июля. С 11 по 13 августа в Тольятти состоится Кубок Лада. За победу в предсезонном хоккейном турнире поборются 4 коллектива. К хозяевам соревнований присоединятся участники из КХЛ – Куню Лунь «Ред Стар» из Пекина и нефтехимик из Нижнекамска, а также действующий чемпион ВХЛ – Воскресенский химик. Победителя выявят по результатам однокругового группового турнира. Кроме того, Тольяттинский клуб представил обновленный альтернативный логотип. Изменения разработали специально к возвращению Лады в КХЛ. Основной логотип также останется в использовании. В Московской области проходит чемпионат России по пулевой стрельбе. Борьбу за медали ведут почти 400 спортсменов. После пяти соревновательных дней у представителей 63-го региона три медали в командных турнирах. Мужчины взяли золото в стрельбе из малокалиберного пистолета и бронзу в стрельбе из крупнокалиберного. У женской команды бронза в стрельбе из малокалиберного пистолета. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках губернаторского проекта «Содействие» двор, расположенный по адресу Галактионовская, 27, Венцика, 72, в этом году получит новую жизнь. Глава района Роман Радюков перед началом работ встретился с представителями подрядной организации и с жителями. Как сообщает телеграм-канал Самарского района, власти поддерживают инициативу и берут на себя работу по грамотному планированию территории с учетом особенностей двора и всех пожеланий жителей. Глава Кировского района Игорь Рудаков продолжает встречи со старшими по домам, председателями ТОС, активом проекта «Мой дом». Там жители знакомятся с изменениями нашего региона и района за последние пять лет, задают вопросы, получают ответы на свои проблемы. Очередная встреча прошла в Самарском техникуме промышленных технологий. Игорь Рудаков по традиции наградил самых активных за организацию голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары предоставляет единовременную выплату родителям близнецов, зачисленных в первый класс. За оформлением выплаты нужно обратиться в МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения по месту регистрации до 30 ноября. Также оформление выплаты доступно на портале «Госуслуги». Необходимым условием предоставления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию можно получить по телефону 332 0 764. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся.